В двухтысячных наш герой был частью коллектива известного на весь мир Теремквартет. В тот же миллениум он решил покинуть ансамбль и основать свой. Позже попробовал свои силы как дирижер и тут-то понял свое призвание. Напротив меня выдающийся музыкант современности, композитор и дирижер, основатель нашумевшего симфонического оркестра IP-Окестра Игорь Пономаренко. Игорь, здравствуйте. Я благодарю вас за эту встречу. Спасибо, взаимно. Ну что, мне хочется отметить прежде всего, что с вашим именем ассоциируется многое. Ассоциируется творчество групп не одно и далеко, начиная с Теремквартета, продолжая Магригалом, продолжая IP-Окестра. И, конечно, с вами ассоциируется российские мюзиклы замечательные, музыка к театральным постановкам. Помимо всего этого, мне сложно представить, позади полсотни стран, куча городов, огромное количество знаменитых мировых залов. Вот интересно, что? Об этом ли мечталось когда-то мальчику из шахтерского городка в Сибири в далеком-далеком детстве? Или знаете, как в стихах? Есть такая фраза из стихотворения «Амбиции росли подобно камнепаду, все вовлекая новые струны души». Вот как у вас это было? Фу! У вас сразу, как сказали, про шахтерский городок. Там, конечно, детство было такое суровое, но оно было одновременно и такое деревенское. Я в основном в бабушке жил. Но, вы знаете, я вот сейчас вспоминаю, и я понимаю, что у меня не осталось там друзей. Их просто не было практически. Но так были какие-то там во дворе знакомые. И, в общем, ни одной связи со школой нет. С чем это связано, я не знаю. Ну, наверное, я как-то любил сам по себе вечером забраться на гору. Оттуда видно весь город и там сидеть о чем-то мечтать. Я, конечно, не представлял, что это будет музыка даже тогда еще, вот когда был маленький. Хотя, в принципе, я совсем такой там не было сколько-то лет. Я не помню это. Мне говорят, что меня останавливали на улице, ставили на скамейку и говорили, пой. И пел. Ну, наверное. И пел хорошо. Ну, вот пел хорошо, да, потому что я помню. Потом уже осознанно, что я помню солировал с хором, и помню, что дома я всегда там все песни, сейчас все слова помню, которые были популярны. Но я не знал, что я буду музыкантом. Просто я об этом не думал. Я вот чего-то думал себе, там, не знаю, о чем-то таком. Но потом, когда я уже, конечно, уже начал учиться и все такое, тогда как-то уже постепенно я понимал, что, наверное, я буду музыкантом. Мне очень сильно повезло, наверное, то, что у меня вот с музыкальной школы, ну, относительно музыки, были очень хорошие педагоги. Бог его знает, может, они видели что-то там, что надо подержать. Я помню даже, ну, в школе там, понятно. Я помню уроки, мы с педагогом, наверное, 70 процентов с разговорами какими-то. Ну, вот, потому что мне не с ним было общаться, потому что там в деревне, ну, какие-то домашние дела, бабушка, дедушка, а так люди там пьют водку. Там совсем такая шахтерская жизнь, вы понимаете, даже не деревня, это люди, которые пришли там с работы и на пицце и все такое. Ну, а разговоры о высоком, или это больше житейские темы? Да, но она вот как-то меня к чему-то как будто готовила, что-то. Да, и потом вот я плавно вдруг поехал поступать музыкально. Чичнему родители вообще, они как бы, они смотрели на дом, на инструменты, не понимали, что происходит. Ну, потом вот случилось, сразу показали по телевизору. Бабушка там плакала, родители тоже такие. Но тоже оказалось детский сад. Потом в училище там еще один раз в телевидении, но потом они поняли, когда уже случился Теренка-Ротез, когда мы на центральном телевидении ежемесячно. Ежемесячно, да, они поняли, что это все человек правильно, наверное, сделал. Вот, и даже когда я поступал в музыкальное училище, я-то не знаю, какой-то был ветреный. Я приехал и не сдал один экзамен, уехал отдыхать на юг. Сейчас такое подумать невозможно. Потом, когда мы вернулись, я уже матери говорю, поехали, документы надо собирать. Никто меня, конечно, не возьмет. Мы приехали, и вот там педагог, Петр Иванович мой, он настоял, чтобы меня приняли все равно. Там какой-то кандидат, но я понимаю, что это было просто такие уловки, он просто хотел, чтобы я учился. И потом, вот за четыре года, случилось так, что я загорелся этой мечтой, попасть в Петербург. Ну и приезжал сюда в детстве, как мне сестра рассказывает, которая мне приводила, что мне было 11 лет, мы приехали. И говорит, ты встал на Дворцовой площади и сказал, я буду здесь жить. Это случилось буквально через 8 лет, я приехал уже здесь, основательно. Не просто основательно, вы называете себя коренным петербуржцем. Ну, есть какая-то традиция такая, если ты брожил больше, чем 18 лет, чем одно поколение, то ты имеешь право себя уже называть. Но я уже, не знаю, тут все впитал, что мог, уже научился правильно говорить более-менее, какие-то вещи. Конечно, проблема, наверное, петербуржцы, это все-таки люди, у которых длинные какие-то корни, там, понимаете, традиции. Но у нас это все прервалось, мы сосланы в эту Сибирь, и дедушка никогда не рассказывал, кто мы с другой стороны. Может быть, там тоже всплывают какие-то корни, которые бунтуют и говорят, что ты не должен работать в шахте. Вас, как музыканта, не могу не спросить, как звучит, на ваш взгляд, Питер? Питер. Когда-то давно, я не знаю, по какому поводу, я говорю, нужно создать такое, ну, такое событие музыкальное, вот по Неве пустить большое, флот, ну, какой-то, да, посадить, может быть, целый оркестр, и сыграть. Почему-то вот мне хотелось одну ноту Сибирь, и чтоб она так звучала и ехала, и ничего не происходило. А вы помните тот момент, когда вот для вас музыка реально стала чем-то действительно поистине важным? Знаете, такое осознание приходит, наверное, не от того, что ты сам делаешь все-таки изначально. Ну, я попал на концерт, допустим, в Новосибирске, Арнольд Кац был живой главный дирижер и симфонического орхестра. Я первый раз слушал в детстве, приехал, прям 8 часов на электричке ехал, чтобы попасть на концерт симфонической музыки. Пятая симфония Чайковского, ой, шестая, вот что-то произошло такое, что ребенок, что это было, да, как-то так. Ну, а потом это был такой, наверное, эмоциональный шок в какой-то степени. Понимаете, вы, когда вы хотите сказать, что я понял, там, послушав, или что-то случилось в вашей жизни, вы никогда не сможете ответить, что вы поняли. Это такая субстанция, которая необъяснима. Да, что-то случилось, что-то там порвалось внутри, или наоборот. Но объяснить-то невозможно, ну как, ну объясните мне, что такое любовь. Ну вот вы будете читать много стихов, еще, описывать свои ощущения, но по сути это, ну как, нельзя потрогать, нельзя потрогать, музыка, она потому и... Много лет назад с одним композитором, Толстой был такой у нас, в Петербургской консерватории, ну родственник, ну и Алексей, и все, он мне однажды сказал, я не знаю почему так, это вот у меня упало просто, он говорит, музыка, она связана с космосом, это единственное, что нас связывает с космосом практически, потому что она существует во времени, и, ну вот, она божественна, понимаете, но ее невозможно. Что такое ноты? Это же просто графика. Ты можешь смотреть картины, читать книгу, отложить, положить, а это вот сейчас случилось конкретно, и запись здесь не поможет. Запись это, как правило, все равно человек прослушивает дома, он восстанавливает вот то, что... А концерт, вот непосредственно, когда это происходит, это то, что вот, ну как, не знаю, как литургия в храме, то есть вот ты, либо ты просиял, если все хорошо, ну либо иди молись. А у вас как это происходит? Ну у меня-то теперь все намешано. Я вынужден, не вынужден, а просто я очень много дома с музыкой, я не знаю, там, аранжировки какие-то, это же тоже все переживаешь немножко не материально. Я пишу музыку, там, вот. Для меня, в принципе, ну бывают концерты, когда я за пультом, допустим, или я играю, когда вот происходит что-то, да, это действительно центр вселенной, бывает на репетициях, что вот что-то вдруг открылось, и абсолютно нормальные вещи я могу стоять, дирижировать и пакать. Там. Ну, такое редко бывает, но бывает. От хорошей музыки, это вот от Артемия всегда хочется пакать. У него там есть такие вещи, которые просто ты стоишь. О волнении хотелось с вами также поговорить, о самом волнительном, можете рассказать о самом, если можете, о самом волнительном моменте в вашей жизни или о самом волнительном концерте? Ого. Ну я не помню, вот, самое я не помню, их было много. Как правило, это тогда, когда, ну, есть ответственные вещи. Ну вот, опять же говоря, по Бартемию, да, когда мы играли, мы 75 лет, когда это большой зал филармонии, когда он сидит в зале, зал битком, ты стоишь за кулисой, тебе сейчас откроют шторки, и ты пойдешь. А ты шаг не можешь сделать. Нет, шаг можешь сделать, но он помолился и пошел. Игорь, вы знаете, я хочу отметить, что вы на самом деле очень счастливый человек. Вас, я читала вашу биографию, много чего изучала, и поняла, что вас ведь благословило так много людей, да, современников, мэтров, да, композиторов. И помимо этого, у вас была такая честь выступать когда-то, да, с терем квартетом на площади Святого Петра. Вас благословила мать Тереза сама, да? На самом деле, просто такие встречи с композиторами еще вот, да, они со всеми всякими разными людьми, они дают какой-то, ну, дается еще шанс какой-то, какая-то возможность вот что-то еще дальше сделать. Ибо неважно, вот мы с Юрием Никулиным, там, понимаете, или с матерью Терезой, там, спит, там, Гаврион, не знаю, Кюрию. Вот тогда, когда к тебе вот относятся, ну, не то, что там, дочку, ну, так, человечески, то есть ты понимаешь, что вот ты чего-то такого сделал, уже еще что-то, то, что тебя вот так воспринимают. Они слышали тебя, вот ты играл там, пережирывал, они к тебе вот... Ну, ты думаешь, ну, вот, значит, хорошо, значит, на правильном пути. Это вот как вдохновение какое-то, как... Это шанс еще вот дальше, дальше, дальше. Последняя встреча будет с Богом, да? Когда-то от вас прозвучала такая забавная фраза, художник должен обладать сверхспособностями. Без этого он не сможет ничего. Недостаточно профессионализма. Понимаете, если ты художник, ты можешь быть подмастерием, что-то делать. Должно быть сверх что-то. Вот, что-то видеть там сверх, слышать что-то сверх, чувствовать сверх, верить. То есть это... Ну, это хорошее выражение, то есть человек должен быть художник, должен быть немножко ненормальным. Он не должен быть как все, а у него должны быть свои какие-то там... Нужно почувствовать сильнее. И... Ну вот, не увидеть просто ноты и сделать все как написано и логично, и профессионально тебя учили этому. А сделать это... Ну, как-то это чувствовать совсем по-другому нужно. То есть должно вот... Если это трогает, я вот не буду делать то, что меня не трогает, но это не мое. А если это вот... Да, и там можно еще порыться, там его... чего-то открыть. Понимаете, мир, он... Почему развивается? Я читал, мне понравилась одна прям запала теория такая философская. Вот если бы все было по закону, мы бы стояли на месте. Ничего бы не происходило. Потому что по закону это превращается в это и все, и больше ничего. Что такое развитие? Это мутация. Это вдруг что-то начинает двигаться на основе закона, но немножко ненормально. Почему мы стали людьми? Почему иначе? Думаю, мы бы всю жизнь были обезьянами. Я не верю Дарвину. И мне эта теория не близка. Не может быть этого. Это какая-то искра божья. Вот это вот вещи, которые в нас попадают, и вдруг мы вот так мы развиваемся. Все великие там какие-нибудь математики, это же ну просто ненормальные люди. Они вообще мыслят по-другому. Именно потому, что это мутация. А по закону этого не получится. Вот это и есть сверх, наверное, сверх того, что можешь ты, сверх закона. И тогда будет развитие. Иначе просто вынуждены вот по кругу двигаться и все. Не по спирали, а по кругу. Мне хочется верить, что мимо вас не прошел фильм, который был снят в Голливуде в 2014 году. И в то время он, поверьте, собрал огромное количество кинонаград. Кто это? Это фильм «Одержимость». Нет, не видел. Не видел. Классное кино, посмотрите. Посмотрю. История об противостоянии одаренного ученика и совершенно гениального педагога-дирижера. О фильме я много слышал, но я его так и не посмотрел. Да, это правда. Суть той истории в чем? Педагог очень радикальными методами заставлял работать своего ученика уже за пределами человеческих возможностей. Ну и в конце, что называется, «Звезда родилась». Но вы все равно его посмотрите. Да. Так вот, о чем я хочу спросить. Как вы считаете, развивая талант в человеке, как на войне все средства хороши? Или все же нужно вот эту грань тонкую соблюдать, чтобы не замкнуть, возможно, будущего Моцарта, Шостаковича? Вот здесь хороший педагог. Я много читаю. Ну, слышишь, там, вот у нас педагог, у него система, это все. Она работает, но она работает на избранных. То есть у него вот поток, он взял 40 человек и своей системой трое вышли, допустим. Я против этой системы, хотя она имеет право надеяться, возможно, это спорт такой, некий спорт. Педагог, он должен разглядеть, его должен не сломать. Понимаете, если мне нужна палка, значит, нужно меня дубасить и закрывать там в классе и все это делать. Ну, если ты это, если ты понимаешь, как педагог, что именно это тебе поможет. А если тебе нужно там руку на плечо и пойдем погуляем, сходим на выставку и там поговорим, поговорим о чем-то и ты двинешься или что-то еще. Это все индивидуально. Вот такая педагога мне нравится все больше. Она сложнее. То есть тут ты взял и кто-то у тебя вышел, а там вот нужно найти каждому диверный индивидуальный подход. Ну, вот такие должны быть. Хотя, в принципе, вы знаете, есть хорошее, как это выражение, то он дорогу пробьет, найдет, я не помню как. Поэтому, если есть зерно в человеке, он все равно выдержит. Он там, там, но будет немножко позже. Да, ему там не дадут, ну, как-то его сломают, но он все равно вырвется. Совсем таких погибших, ну, это тоже естественный отбор, а что делать? Потом уже, да, то есть тоже найти ко всем невозможно, и да, мы, судьбы калечатся. Поэтому я не люблю преподавать, кстати. Да, я знаю. Я не хочу пока совсем. Если бы я преподавал, то, наверное, совсем со взрослыми, со сформировавшимися людьми, тогда, когда можно, вот, путем, наверное, дискуссии, беседы, чего-то понять, а не то, чтобы вот там, научить это пальцы, это все. А вашему личному росту способствовали больше препятствия и сложности какие-то, или более спокойные, уютные моменты жизни? Я, знаете, вот как-то сложно об этом сказать. Я очень люблю бабушку, очень люблю свое детство, вспоминаю с нежностью там родителей. Но тот мир, в котором я родился, там, мне очень хотелось оттуда. Сбежать? Не то, что сбежать, а я понимал, что это все бессмысленно там. То есть там, ну, совсем. Вот, мне отец говорит, пойдем в шахту работать. Представляете, в забое, так с отбойным молотком, и каждый день, ну, вот как там все так плохо в этом смысле. И куда-то хотелось все-таки туда, сюда, вот, чтобы вот это было самое. И это всегда является каким-то двигателем, постоянное желание куда-то двигаться. я вот сейчас учусь в консерватории на пятом курсе, на двух факультетах, понимаете? Зачем? Я не знаю, зачем. Мне нравится. Сейчас закончим, потом посмотрим еще чем-то. А поддержку свыше вы чувствуете? Были мысли. Может быть, даже совсем в монахи податься. ну, по крайней мере, я абсолютно верю, что там у нас есть какая-то связь. Это все так, об этом сложно говорить. И для многих это красивые слова, там, или что-то еще, там, люди не понимают. Поэтому, вот, когда человек сам, он почувствует, что вот есть там какие-то миры, связи, когда погружаешься в это и когда ну, просто каждому чудо является по-своему. И в моей жизни были такие моменты, когда понятно, что это не нелогично, а сверхъестественно. И в такие моменты ты понимаешь, есть ангел. есть все-таки хороший вот момент в жизни нашей, нашей общей жизни, что немножко все должно пройти время какое-то. И вот не нужно иногда спешить торопиться и с какими-то выводами чего-то. Вот потом приходят и скрывают это нетленно. Так какие-то должны случиться. Вера на том и основывается. Вы либо верите мне, либо не верите. Если я вам сейчас сразу докажу, это уже не вера. я вам сейчас помню у вас третья рука вырастет. разве вера? Это не вера. вера заключается в том, что а вот вы верите. Не может быть она вырастет. И тогда получается, что это все как бы не дашь на дашь. Это очень важно. Тогда ты делаешь, нельзя ожидать результата. Тем более 7 минут. и вообще ради него нельзя. Мы говорим немножко другом результате признания материальных более вещах. то, что ты создашь какую-то штуку. И даже ты создал и ты вот так вот под момент волнения. А поймут ли ее? Ты вроде веришь, что это правильно все сделано. И тебя там фум, а потом раз время проходит, а вот вспомнили. Игорь, положая руку на сердце, могли бы вы сказать мне, вам нравится то, как складывается, я не могу сказать сложилось, складывается, продолжает складываться ваша жизнь, или остались какие-то сожаления о прошлом? У меня пока вот всю жизнь было так, и пока оно есть, это чувство. Все, что я хочу, оно исполняется. Рано или поздно, постепенно. Но пока это случается, значит ты всегда понимаешь, на и судьба какие-то дарит подарки, какие-то. Вот оно, я не хочу каких-то взлетов таких, прям вот фай, чтобы потом рухнуть куда-то или что-то. Все, движется, но оглядываясь, то, что называется, в тот шахтерский городок, понимаешь, что все-таки жизнь, наверное, ну, не то, что удалась, ну, не прошла праздно, то есть много чего сделан, и продвинулась, и она только начинается, на самом деле, не то, что только начинается, такие слова яркие, а всегда стоит что-то, а вот дальше, что опять начинает, делать, поэтому я не жалуюсь, вообще не могу сказать, что, ну, конечно, чего-то хотелось бы побольше достичь, но может быть хорошо, что Господь не дает, не готов, как говорится, может быть, надо еще подождать, а потом, это же все не важно. Сегодня коллективов, которые могут играть подобные вашим программы, да, их множество, ну, иной взгляд на музыку, там, кинематографа, или какая-то новая призма, да, на мировые хиты, как нам, зрителям, не заблудиться в этом во всем, вот как почувствовать, где то самое, что стоит нашего внимания? Ну, не верьте глазам, верьте сердцу, потому что, конечно, самое, там и нехорошее, ну, как вот происходит сегодня, это вот, конечно, очень некая такая визуализация и, ну, что называется, шоу, вот это все, это кажется, что вот это, нет, это вот лучше все-таки, когда вот живой звук, живое воспроизведение, да, и в общем, нужно сердцем слушать и все будет нормально и мне приятные иногда комментарии, там вот ходили на такой оркестр, ну, что-то у вас душевно, для этого есть, понимаете, удивить сегодня, ну, кто-то удивляется, там, да, грубо говоря, оркестр играет и танцует, ну, не играют они, значит, они просто, и танцуют, скорее всего, плохо, потому что они танцоры, вот и получается, что мы смотрим, а мы же пришли слушать оркестр, музыку, оборачиваясь на всю свою жизнь, за что больше всего жизнь его благодарна Богу? За то, что не бросает пока, в принципе, такое ощущение присутствует, и потому и процесс, движение, не знаю, движение, развитие, смерть как ширма на пути, понимаете, и в этой жизни очень много всяких разных моментов, когда кажется, что все уже, катастрофа, и вот, если ты движешься, руки не опускаются, как, да, это должно, это бесконечно, значит, ты летишь, ну, а это, значит, что не оставили пока, есть надежда, да, собственно, ну, а дальше посмотрим, что там будет, будем стараться. Я знаю, что вы мечтаете когда-нибудь написать свою симфонию, я вам искренне этого желаю. Попробуем, попробуем, но не буду обещать симфонию. Ну, мы будем ждать. Спасибо вам большое, спасибо за эту беседу. Спасибо вам. Творческих вам успехов и, конечно же, коллективу IP Orchestra. Спасибо вам, приятно было очень. Спасибо.